Пристальные взоры прикованы к группе компании «Анексим» Михаила Прохорова. 14 апреля там прошли обыски. Затем правоохранители нагрянули и в Банк Международный финансовый клуб, акционером которого является в том числе Прохоров и группа «Анексим». Кто-то видит в этом руку Кремля, которая пытается надавить на Прохорова. Но зачем? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился политолог, директор Центра политических исследований Финансового университета Павел Салин. Обыски в Икее. Эксперт уверен, если кто-то видит в этом руку Кремля, которая пытается надавить через Прохорова на холдинг РБК, то он ошибается, потому что олигарх давно намеревался слить этот актив. Но и просто под Прохорова власть копать вроде как не должна. Прохоров, он вписался в эту новую линию власти и более того, он активно участвовал в ее политических проектах. Здесь нужно вспомнить и два партийных проекта, и то, как он выставлялся на президентские выборы в 19-м году, очень сильно власть выручил, потому что сумел оттянуть значительную часть недовольного электората, который мог бы выйти на Болотную и все прочее. Они не пошли на площадь, они голосовали за Прохорова. Власти подтягивают таким образом под себя электорат, ведь крымская весна свое отыграла, маленькая победоносная война особо ничего не принесла, и теперь нужна новая прорывная идея, уверен эксперт. Сейчас есть такой проект, который рассматривается как власти Путину консолидировать вокруг себя электорат перед президентскими выборами, потому что прежний стальный контракт еще три года назад исчерпал повышение доходов в обмен на лояльность. Один из вариантов такой консолидации – это пересмотр итогов приватизации и борьба с олигархами. Я здесь затрудняюсь сказать, это какой-то частный случай там в течение неблагоприятных обстоятельств для Прохорова или начало обхатки новой компании. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова